Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре 8 июня 2020 года очередной вебинар портала Prean.ru, посвященный зарубежной недвижимости. Сегодня мы будем говорить о Португалии. Точные статистики с точностью до единиц сейчас сформулировать не смогу, но, опять же, говоря об ощущениях, последние 2-3 месяца именно Португалия у русскоязычных покупателей зарубежной недвижимости находятся, если не в абсолютном, то в относительном топе. Понятно, есть страны более популярные, и тут, в общем, никакие кризисы глобально ничего изменить не смогут, но вот рост интереса именно к Португалии очень-очень велик. То ли потому, что негативной информации оттуда приходило мало, то ли потому, что возможности иммиграционные и получение вида на жительство в дальнейшем и паспорта интересуют нас все более и более активно. В общем, Португалия в тренде. И о том, в какой мы именно на тренде и о португальских трендах, мы как раз и поговорим. С удовольствием представляю наших экспертов, коллег. Ольгу Строеву, руководителя компании «Мигрант Инвест» Московского офиса. Всем здравствуйте. И о других странах. И первый раз в нашей импровизированной студии. Надежда Якименко, руководитель офиса в Португалии компании «Мигрант Инвест». Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Фрик. Доброе утро. Как мы построим беседу? Сначала поговорим несколько слов в общем с Португалией, о португальском рынке недвижимости. Потом рассмотрим конкретные кейсы, как связанные с получением ВНЖ, ну, ВНЖ в первую очередь, так и просто инвестиционные. А дальнейше просто рассмотрим примеры, что почем сейчас в Португалии. Два традиционных объявления, которые нужно сделать. Это объявление о том, что чат наш работает. Татьяна и Антонина уже воспользовались им в полной мере, то есть написали свои комментарии. Задавайте вопросы, по возможности будем отвечать. И запись вебинара, да, безусловно, тоже будет. Раньше я всегда говорил на следующий день. Вот не буду сейчас там бить себя в грудь, говорить на следующий день, потому что это такая трудоемкая работа, тем более, что вебинаров много. Могу точно сказать, что до конца недели мы опубликуем информацию по итогам нашего вебинара. Ну что ж, начнем давайте с небольшого анонса. Ольга, в двух словах, давайте о вашей компании, а потом, Надежда, о вашем португальском офисе тоже несколько слов расскажите. И к нам аудитория наша по-прежнему присоединяется. Ольга, пожалуйста. Да, спасибо, Филипп. Еще раз всем здравствуйте. Рада, что вы сегодня с нами, присоединились к нам. Думаю, многие уже знают о нашей компании. И буквально еще раз освежу в памяти, что иммигрант инвест – это юридическая компания. Работаем мы с 2006 года на рынке. Офисы у нас в разных странах. Мы являемся лицензированным агентом любой программы, с которой мы работаем. Кроме того, в нашей компании работают дипломированные юристы, адвокаты. У нас есть свой фасилити менеджмент отдел и департамент по работе с недвижимостью в разных странах. Ну и так как мы юридическая компания, разумеется, мы постоянный мониторинг ведем всех изменений в программах, любых, появления новых программ, окончания старых. То есть отслеживаем все тенденции иммиграционной отрасли. Отлично. Ольга, ну и давайте несколько слов о португальском офисе. Португалия, она, конечно, не очень большая, но тем не менее, в какой именно части находитесь вы и как вы работаете? Надежда. Надежда, да. Надежда, наверное, да. Руководитель нашего португальского офиса, она расскажет. Мы любим Португалию. Мы небольшие, но мы качественные. На самом деле, друзья, у компании иммигрант-инвестор в Португалии очень большая структура. Во-первых, у нас не один, у нас два офиса. Офис в Лиссабоне и офис в Кашкайше. И, пожалуйста, наши клиенты-инвесторы, которые уже с нами проинвестировали, новые наши потенциальные инвесторы, если вам хочется, чтобы иммигрант-инвестор открыл еще один офис, пишите где, и мы с удовольствием это сделаем. Не знаю, Алгар, Порту, где бы вам хотелось. У нас своя юридическая структура. Очень высококлассный юрист-синьер, который ведет все процессы, контролирует наших клиентов. У нас подписаны контракты с основными португальскими банками, что очень помогает в открытии счетов. И, как бы, в принципе, мы все делаем под ключ. Но я думаю, что наши клиенты это знают от открытия счета в банке, покупки недвижимости. Даже дальше мы следим с нашим бухгалтерным аудитором за этой недвижимостью и так далее. Ну что ж, отлично. Я думаю, что сейчас самое время опубликовать контакты компании «Мигрант Инвест» в нашем чате, чтобы кто захотел, мог бы обращаться, ну или по ходу вебинара, или сразу после него. Коротенький вопрос, наверное, для уточнения, для тех, кто не знает. Кашкайш – это, конечно, не Лиссабон, но ведь очень близко к Лиссабону. То есть вы в центре, да, странно? Очень-очень близко, 15 километров всего. Знаете, есть такой очень известный французский дизайнер и архитектор Филипп Старк. Извините, я не знаю, могла ли я называть имя селебряное. Но он живет в Кашкайше уже лет 5. И где-то, наверное, несколько месяцев назад он дал очень большое интервью французскому журналу. Он на обложке был с лангустом в руках. И там процитировали фразу из его интервью. «Кашкайш – это не место, это произведение искусства». Вот. Очень-очень необычное место. И наш офис находится в очень хорошем отеле, Пятизвездочном, самом лучшем. Филипп, особенно вас приглашаю еще раз. Спасибо, Филипп. Не Филипп Старк, значит, один Филипп там есть, чего в другом не приехать. Особых условий, с видом на океан. Отлично. Ну, давайте теперь в двух словах поговорим о некой общей информации о рынке недвижимости Португалии. И первый вопрос, он, с одной стороны, общий, а с другой стороны, ответ на него уже задаст определенную планку. Надежда, давайте вас тогда поспрошу, в школе вы именно там находитесь. Как бы вы сказали, рынок недвижимости Португалии, я вообще недвижимость Португалии, она дорогая? Она какая? Дорогая. Вообще Португалия – это очень многообразная страна. Совершенно неожиданно. Вроде бы смотрим на карту, не так много километров, а по зонам очень все отличается. Если мы сейчас говорим о тех зонах, где покупают в основном наши клиенты и инвесторы, то мы скорее говорим о Лиссабоне, Порто, Алгарве, Юге, островах. И там квадратный метр стоит дорого, особенно в Лиссабоне стоит дорого. Почему? Во-первых, не забывайте о том, что Португалия – это страна, которая еще развивается. Она не остановилась в своем развитии, потому что в 2000-м, где-то, наверное, нет, вот ровно в 2000-м году, когда мы перешли в евро, все, как бы стала возникать новая инфраструктура, которой еще недостаточно. И когда страна еще развивается, то, естественно, недвижимость реагирует на это и тоже постоянно растет. Вот в этом наше отличие, может быть, если мы будем сравнивать с Францией, с Австрией, с Германией, да, со странами, которые развиваются уже очень медленно. Они уже практически пришли к своему пику качества жизни. Если вспомнить историю кризиса 2008 года, то после этого все южные страны пострадали довольно быстро, пострадали существенно. При этом Португалия среди приморских стран, среди стран Южной Европы, вышла из кризиса практически первый – 2012-2013 год. Что происходит на рынке недвижимости сейчас? Я не имею в виду последние три месяца, но, скажем, если мы говорим о тенденциях последних 4-5 лет, динамика какая, и с чем она связана, и насколько она отличается от региона к региону? Ну, тенденция простая. Рост, спрос очень активно, предложение, особенно на ликвидные объекты, на новую недвижимость, абсолютно новую, строящуюся. Лиссабон, столица, растет очень активно. Если сейчас, я думаю, что все видят этот график, в принципе, на графике видно, что растут практически все зоны, и Лиссабон растет больше. Почему? Потому что, грубо говоря, строиться больше негде, земли больше нет. Поэтому, друзья, инвестируйте, пока еще это хоть как-то доступно. Для того, чтобы более четко увидели графики, далеко, может быть, не всем хорошо он виден, данные по Лиссабону – это самая такая высокая колонка, они все синие, но самая высокая она в каждом графике – это данные с третьего квартала 2016-го до третьего квартала 2019-го. Ну и, соответственно, средняя цена квадратного метра в Лиссабоне, ну, видимо, там, 3,150-3,200 евро – это средняя. Обращаю ваше внимание на то, что это очень средняя цена, потому что мы, в общем, называем не Лиссабон, а Большой Лиссабон – это огромная территория. Кашкай, конечно, тоже Большой Лиссабон. И у нас есть разные зоны. Есть центральные, есть более престижные и есть, грубо говоря, даже социальные. Так вот эта стоимость квадратного метра, она вычислена как раз исходя из того, что объединили все зоны в одну кучу. На самом деле в центре Лиссабона квадратный метр стоит около 8-10 тысяч евро. Ну, это максимально самые дорогие районы. Но я почему об этом говорю – это то, где потом хотят инвестировать русскоговорящий клиент, когда они приезжают. Давайте буквально тогда еще один вопрос такого общего характера. Надежда, скажите, вот если мы проведем такую маленькую, буквально минутную экскурсию по другим регионам, да, ну, хорошо, Лиссабон в центре, и видно, что значительная доля вложений именно в центральную часть страны, ну, плюс еще вот север страны более-менее в тренде. А юг и острова – это совсем ничтожное число. С чем это связано? Потому что вы берете статистику, ну, грубо говоря, абсолютно точную, да, у определенных западных источников. И вы, и руководство Мограндинвеста, когда готовят эти файлы. Что происходит? Эта статистика обоснована. То есть в данном случае Порта, наверное, года три назад стала получать инвестиции от Европейского Союза для восстановления фасадов в центре, да, что подтащило за собой огромную волну инвестиций, но мы не можем ее сравнивать с тем, что инвестируют частные лица и частные инвесторы. Это были инвестиции огромных компаний в реконструкцию города. Для этого была нормальная финансовая причина. То есть на самом деле в Алгарве очень много строительства и очень много как раз покупается частными лицами. То есть то, что в нашем случае. Порта – это очень масштабный случай. Там очень много отелей сейчас открывается новых, потому что их там не будет хватать, наверное, еще лет 10. И раз уж поступил в запрос прямо сейчас, вот он вжил, как раз, эту тему от Алексея, вы сказали о дорогих ценах, а вот 100 тысяч евро, если есть, ну, тут написано доллар, давайте евро. Можно ли что-то купить хотя бы в Лиссабоне? Да, конечно. Не очень хороший район, 20-30 квадратных метров. Не очень хороший район, 23 квадратных метров. Окей. Переходим к следующей части нашего вебинара. Вопрос, собственно, следующий. О Португалии чаще в последний год, два, три, да и даже, наверное, последние лет пять с точки зрения недвижимости говорят, как о месте, куда можно, если не переехать, то получить вид на жительство. Не обязательно сразу переезжать, но вид на жительство и программа золотой визы португальская, она весьма и весьма в тренде. Вместе с тем, понятно, что как только государство открывает такую программу, динамика цен в какой-то степени начинает этой программе подчиняться. В какой степени, давайте, Надежда и Ольга, я вас у обеих спрошу, кто начнет первый раскрывать эту тему, в какой степени цены на недвижимость обусловлены, и рост их обусловлен тем, что есть определенная программа. Да, давайте я, наверное, начну с того, из общих условий по программе. То, что программа золотого ВНЖ Португалии предлагает более восьми видов инвестиций, вариантов инвестиций, это уже все знают наверняка, потому что знакомы с программой. Нижний порог от 350 тысяч – это как раз в недвижимость инвестиция, которая построена более 30 лет назад и подлежит реконструкции, восстановлению, реновации и так далее. Но так сложилось, что по статистике нашей компании 90% в основном клиентов выбирает именно инвестиции в недвижимость, не другие варианты. Поскольку недвижимость, она в любом случае – это актив, который уже есть у инвестора, это актив, который работает для него, это актив, который растет в цене. И, кроме того, который можно потом реализовать, получив и выйдя на гражданство, реализовать или заменить на другой, то есть распоряжаться им так, как он считает нужным. Вот по динамике цен, я думаю, у меня дополнит еще надежда, как вообще растут объекты недвижимости по стоимости и исторически. Но смотрите, если мы говорим о портрете покупателя недвижимости в Португалии, безусловно, есть определенная группа – это те люди, которые просто покупают для вида нажительства. Давайте просто в двух словах, мы уже сказали, что цена от 350 тысяч, если мы говорим о недвижимости. Вот этот слайд прокомментируем, просто какие базовые условия, если мы имеем вполне конкретный интерес к покупке. Давайте я, наверное, приведу в пример кейс, который в нашей практике был, потому что это будет, наверное, наиболее наглядный пример. К нам обратилась пара, которая выбирала вариант получения европейского вида нажительства. Мы сравнивали несколько программ, в том числе ВНЖ Испании, ВНЖ Мальты, ВНЖ Греции. И в итоге, к чему пришла пара? Наши клиенты выбрали именно недвижимость и именно в Португалии, поскольку в программе для них были понятные и комфортные условия программы. Вариант инвестирования они выбрали оптимальный для себя не только по стоимости, но и по дальнейшему обслуживанию этой недвижимости. И, кроме того, тот факт, что через пять лет у них есть возможность выйти все-таки на европейское гражданство, при этом не инвестируя какие-то очень большие суммы, это тоже было основополагающим фактором. Что в итоге получила пара? Они приобрели апартаменты в одном престижном комплексе, это брендовые объекты, апартаменты от 630 тысяч были стоимостью, площадь этих апартаментов 114 квадратных метров. И так как это строящийся объект, то от момента покупки и до момента завершения этого строительства прирост стоимости этого объекта недвижимости составил еще 31%. Поскольку строительство заканчивается в декабре 2021 года, и далее для наших клиентов было важно, что этим объектом будет управлять известная отельная группа, которая будет следить, сдавать эту недвижимость, и, кроме того, перечислять доход инвестору, который будет приносить сдачу в аренду этой недвижимости. Так как стоимость аренды в месяц составляет примерно 3000 евро в месяц, соответственно, за год доход вполне приличный наших инвесторов и наших клиентов устроил. И они выбрали именно вот такой вариант. Значит, еще разочек. Программа получения ВНЖ, она допускает инвестицию в объект строящийся, то есть тот, который еще до конца не было. Безусловно. И вы назвали цифру окончания строительства в декабре 2021 года, но 830 тысяч, как я понимаю, цифра пока ориентировочная. Это расчетная цифра, да, но, тем не менее, исходя из общей статистики роста стоимости такого плана объектов, поскольку их, они единичные, их немного на самом деле на рынке Португалии, вот он позволил вывести такие именно цифры прироста стоимости и прироста доходности. Я можно прокомментировать? Да, пожалуйста, Надежда, несколько слов. Просто Иннокентий, я вас сразу вспомню, это очень хороший пример. Вот идеальный пример нашего инвестора и что с ним происходит. Иннокентий, когда выбрал этот объект, а он категорически не хотел жить в Португалии и говорил, только документы, жить я здесь никогда не буду. Б, он очень хотел заработать деньги. Поэтому мы выбрали именно вот этот объект, и еще я ему тогда активно советовала, и Ольга тоже, все-таки, Иннокентий, давайте не одну спальню, а две, вдруг когда-то захотите жить, и вы тогда сможете комфортно пользоваться этой квартирой. Потому что это такой у нас микс очень редкий, когда можно сдать в управление отеля, но они также разрешают жить, если вы этого хотите. Это редко. Так вот, Ольга Иннокентий передает вам привет. Он уже приехал сюда на постоянное жительство, он снял квартиру, он следит за этой стройкой каждый день, там все в порядке, и категорически не хочет покупать теперь другой объект, он хочет жить только в этом и только в Португалии. Это, Филипп, 75% случаев клиентов. Нет, подождите, 75% случаев, когда люди изначально не хотят, а потом приезжают, они просто влюбляются в Португалию. Но не может быть 75% случаев с ростом цены в 31%. Нет, это да, это я сейчас не про рост. Это искренне, да. Выбор объекта. Понятное дело, что там любой рост – это хорошо, но насколько вообще это типичная история, если мы возьмем среднестатистический объект подобного рода, а как можно говорить? Это нетипичная история. Дело в том, что мы всегда стараемся подобрать объект под запрос клиента. В данном случае Иннокентий хотел именно получить прибыль. Это редкий объект, потому что это кондомин в центре Лиссабона, где будет бассейн, где будет охрана, где будет очень большая парковка, потому что у застройщика получилось выкупить 4 здания рядом. Ну, это редко. Представьте себе, что вы живете в Москве, в Замоскворечье, и купаетесь в бассейне у себя во дворе. Ну, там холодно. В Португалии тепло. Да, у нас тоже прохладно. И к тому же Иннокентий купил это еще до начала строительства, на самой первой фазе, когда еще до этого не был заложен первый кирпич. Здесь разница. Разошел по максимально выгодной стоимости в этот объект. Пошли к нам вопросы. Например, раз уж мы заговорили о золотой визе, о программе золотой визы, давайте на пару вопросов ответим. А я параллельно в чате попросил бы опубликовать запись нашего предыдущего вебинара по Португалии с компанией Immigrant Invest. Там мы говорили, о недвижимости говорили меньше, больше говорили как раз о программе золотая виза. Можно ли инвестировать в земельный участок для программы золотая виза? Пожалуйста. Да, конечно. Ну, такой вопрос. Вот вы привели сейчас пример. Объект стоил 630 тысяч. Ну, понятное дело, что сколько он будет стоить на выходе с точки зрения программы золотая виза, никого не интересует. Важно, чтобы он изначально стоил больше 500. Да. Больше 350 тысяч. На самом деле программа позволяет инвестицию 350 тысяч. Если это объекты, которые были построены 30 лет назад и более, и подлежат реновации. Но если это новые объекты, то, соответственно, тут сумма идет, порог вступления в программу идет от 500 тысяч евро. Да. Можно даже, Филипп, давайте потом к этому вопросу вернемся, потому что здесь есть подводные камни очень интересные. По 350 тысяч поговорим обязательно, потому что это интересно. Да, отматываем немножко назад. Мы потеряли, у вас был вопрос, кто все-таки основной инвестор в Португалии? Ну, да, в частности, например. И насколько, то, что мы говорим. Вот этот пример. Человек купил, ну, вот такой объект без программы в ВНЖ. Насколько он был бы интересен? Я думаю, что нет. Я думаю, что без программы в ВНЖ, если бы человек хотел жить, наверное, он бы купил уже готовый объект и, наверное, что-нибудь другое. Да. Это, конечно же, инвестиционный больше объект, нежели для жизни. Влияние вообще, вот то, о чем мы говорили, не получается ли, что рост цен в Португалии в значительной степени обусловлен как раз появлением и активизацией этой программы, что стараются стоить подороже? Он немножечко, конечно, влияет на этот аспект, но дело в том, что у нас было сделано много разных программ, и дело в том, что русскоговорящий инвестор – это не основной португальский инвестор. Дело в том, что вы перемешали здесь немножко в кучу две темы. Это кто инвестирует в недвижимость в Португалию – это не англичанин. И кто инвестирует в Португалию из клиентов иммигрант-инвестор? Потому что в Португалии основной инвестор – это француз. Второй англичанин, третий немец. Но не в рамках золотого ВНЖ, соответственно. Нет, они делают не золотое ВНЖ, они делают налоговые поставления tax benefits. Это совершенно другая программа. Она, наверное, повлияла бы больше, если бы ее убрали. А вот уже дальше золотая виза тянется за этим блоком, и там уже много русскоговорящих клиентов, клиентов из Китая, из Азии, из Бразилии. Окей. Ну, вот смотрите, пример, который вы привели, он понятен. Но вот у нас несколько минут назад один из наших зрителей задал вопрос совершенно другого инвестиционного характера. Он звучал следующим образом. А можно ли под ВНЖ купить сразу несколько объектов? Да, можно. И, соответственно, тут открываются совершенно иные инвестиционные перспективы. Давайте поговорим про них, как эта штука работает. Так, давайте. У нас тут есть, по-моему… Да, слайд есть, я его тоже сейчас открою. Вот. Он, значит, речь идет о примере. Из практически покупки нескольких объектов. Ну, вот в вашем случае, ваш пример, ваш кейс – это три объекта. Пожалуйста. Да, был у нас и такой кейс, когда к нам обратился клиент с запросом именно в ВНЖ Португалии, поскольку он уже изучил все программы, сравнил их, и португальская программа для него показалась наиболее интересной. Но при запросе этот клиент рассматривал вариант инвестиций в фонд инвестиционный. И вот на этом этапе нам пришлось поработать, потому что с клиентом, клиенту нужно было объяснить, почему эта инвестиция является наиболее рискованной, почему невыгодно именно в нее вкладывать, инвестировать, такой вид инвестиций совершать в Португалии. Во-первых, вопрос был о прозрачности, отчетности инвестиционного фонда. Вопрос второй был, мы обратили внимание клиента на то, что фонд все-таки работает по португальским законам, и насколько хорошо клиент знает эти законы. Третий момент был важный, то, что фонд, комиссии фонда, те комиссии, которые он берет, в договоре с фондом, одним из наиболее, скажем так, стабильных и наиболее крупных в Португалии, была такая фраза, что фонд имеет право до 50% комиссии забирать из того дохода, который получает на инвестиции клиент. Ну и это несмотря еще на то, что есть комиссии за ведение, там за инвестирование этих средств и так далее. И еще одно из условий, на которые мы также обратили внимание клиента, когда мотивировали, что это рискованная опция, то, что в договоре было также условие о том, что фонд не гарантирует доходность инвестиций. И кроме того, риск потери всей суммы инвестиций лежит на самом инвесторе. Ну, то есть условий слишком много, так как со стороны звучит, наверное, надо в детали углубляться, но со стороны звучит неаппетитно совсем. Неаппетитно. И более того, это все-таки рискованная опция. Потому что, вот смотрите, например, зачастую фонды португальские инвестируют в коммерческую недвижимость, в ритейлы. Текущая ситуация показала, когда ритейлы закрыты, коммерческие помещения и магазины закрыты, какая доходность. Вот. Соответственно, когда взвесили все за и против, наш клиент выбрал другой вариант инвестирования. Он выбрал три квартиры для себя, причем в разном ценовом сегменте. И, соответственно, он дифференцировал тот вид аренды, которую он сдавал эти квартиры. Одна квартира у него была под долгосрочную аренду, то есть он ее сдал сразу на долгий срок. Стоимость этого объекта была 240 тысяч. Дополнительные расходы на оформление всей сделки и оформление ВНЖ составили 9530 евро. И мы посчитали, что доходность от аренды, которую он будет сдавать эту квартиру, составит от 6 до 7% в год. То есть достаточно ликвидная недвижимость и приносящая еще и доход постоянный. Ну и кроме того, сам прирост, опять же, стоимости самой недвижимости также будет составлять ориентировочно 10% в год. Но это, опять-таки, очень 10% в год цифра... Ну, оптимистичная цифра. Оптимистичная, скажем. То, опять же, зависит от самого объекта. Объект действительно хороший, интересный, он находится в очень хорошей локации, поэтому мы вот такие оптимистичные цифры, в общем-то, вывели и надеемся, что это будет действительно так. Пока практика показала, что вот вторая у него была инвестиция в две другие квартиры под краткосрочную аренду. Там одна квартира была стоимостью 180 тысяч, вторая квартира 200 тысяч. И по ним предполагалась доходность до 10% годовых, от 7 до 10. Но текущая ситуация внесла коррективы, и в итоге то, что наш клиент тогда дифференцировал вот эти вот потоки, одну долгосрочную аренду сдал квартиру, другую, другие краткосрочные, та квартира, которая у него в долгосрочной аренде сдана, она продолжала работать и продолжает, то есть приносить доход. Тогда как краткосрочные пока еще сейчас ожидают. Окей. Как раз об этом хотел тоже и спросить. Ольга, может быть, у вас? Надежда, может быть, у вас? Коллеги, в чате вижу вопросы. Обязательно ответим и по ситуации вокруг Лиссабону-Порту отдельно, просто буквально через пару минут. Все-таки как вы оцениваете сейчас перспективы краткосрочной аренды? И вот те цифры, которые заявлялись, понятное дело, что они крайне индивидуальны в зависимости от объектов, но стоит ли вообще сейчас закладываться на эту историю, по крайней мере, по португальскому опыту, как вы его себе видите, Надежда? Филипп, что, во-первых, произошло с этими цифрами? Это достоверные цифры. Когда вот этот конкретный клиент сделал инвестицию, то в Лиссабоне была возможность в центре делать лицензию на туристическую аренду в любом случае. Любой клиент получал или ему передавали эту лицензию, или делал новую. У нас сейчас, к сожалению, все эти квартиры, когда происходит момент купли-продажи, теряют уже существующую лицензию на туристическую аренду. То есть их сейчас не обновляют. Поэтому, соответственно, 10% уже вы не получите, потому что не можете сдавать посудочно в историческом центре Лиссабона. То есть никаких шансов нет? Мы не знаем, когда. Это новый закон. Он был принят всего год назад. И когда вернут, это пролоббировали отели, как вы понимаете. Потому что у нас весь центр Лиссабона сдавался под туристическую аренду. И все это было непонятно как, по разным ценам. Наш министр туризма хочет, чтобы Португалия становилась более дорогой страной, чтобы туризм был более дорогим. И хочет потихонечку здесь проводить реформу. Поэтому, естественно, если сейчас данный клиент продаст эту квартиру следующему инвестору, то эта квартира потеряет лицензию на туристическую аренду, которая существует сейчас. То есть сейчас он зарабатывает эти 10%, а дальше следующий инвестор на том же объекте их уже не заработает. Когда это изменится, мы не знаем. Именно поэтому вот так выгодно инвестировать в те апартаменты, которые управляются отельной группой. Поскольку у отельной группы эта лицензия есть, и она не теряется. А вообще ваши ощущения, если уж мы заговорили о краткосрочной, долгосрочной аренде, насколько это сейчас может быть интересно? Если мы говорим краткосрочную за пределами Лиссабона, где что, и если мы говорим про долгосрочную, что может быть наиболее интересным? Там какие-то для экспатов что-то, ВИП? Да, в смысле, но это субъективно. У меня не один объект недвижимости в моей собственности. У меня есть разные квартиры, которые я сдаю в аренду, и просто тоже эта денежка мне капает каждый месяц. Я очень увлекаюсь инвестициями в недвижимость. Я могу сказать, что я люблю выбирать такие квартиры, которые можно развернуть в разную сторону. И туристам сдавать, и долгосрочную аренду сдавать, и чтобы вроде бы и пляж, и транспорт, и рядом со столицей, и еще бы уложиться в бюджет. Но, конечно же, вот эти небольшие квартирки, они никак сюда не укладываются, в эту схему. Потому что там нельзя парковать машины. Это исторический центр. Там 40 квадратных метров вся квартира. Там деревянные перекрытия, которые себе уже рук. То есть, чтобы вам купить что-то приличное, вам надо истратить 500 тысяч. Хорошо. Ну вот мы про вот эти относительно недорогие сейчас тогда поговорим. А перед этим, вы же несколько раз сказали, там Лиссабон, Порту. Самое время как раз задать этот вопрос, ответ на который не знает, может быть, даже президент Португалии. А может быть, и знает. Как же все-таки решится вопрос с заявленными ограничениями, если мне память не изменяет, там перед самым началом вот этого нашего кризиса, мартовского. Да, была информация, что они планируются исключить для золотой визы покупку недвижимости в городах Порту и Лиссабоне. Ну, сейчас даже кое-что слышно. Ясно. Во-первых, закон звучал не так. Он еще не был подписан, не был утвержден. Да, не было официальной публикации нигде. Да, как-то с сайта Google-переводчик его очень хитро перевел и потерял там очень важное слово. То есть там не было написано Лиссабон и Порту. Там было написано Лиссабон, запятая Порту, запятая Лейторал. Что такое Лейторал? Это вся прибрежная зона Португалии. То есть туда, если этот закон будет подписан, попадет колоссально. Все, куда инвестирует наш клиент, туда все и попадет. Дальше. Что у нас происходит? Когда у нас происходит продажа, покупка объекта недвижимости, у нас есть налогопереход собственности, который идет в казну не Португалии, а в казну муниципалитета. То есть, грубо говоря, вот эти вот 6-7 процентов налога, это большая сумма, да, это с миллиона евро где-то 70-80 тысяч евро. Они идут в бюджет не страны, а Лиссабона, например, или Кашкайша, или Порту. А так как муниципалитеты сейчас в здравоохранении ввели свои личные деньги, им деньги очень нужны. Поэтому по логике мы думаем, что все-таки поправка сейчас именно коснется закона о золотой визе. И пока он принят не будет. Я только хотел сказать, что я знаю один из СМИ, где был опубликован проект этого закона. Это был Бриан Дух, искренне. Ну, это же неофициальный источник был. Был быть официальный государственный источник, что... Ну, ничего, мы скоро станем таким. ...не было еще источника, потому что это не было подписано. Это было предложение внести такую поправку в закон. Но дело в том, что подписано это еще не было. У нас, на самом деле, в Португалии официальными считается только то, что напечатано в газете, как же она называется, Филипп, наверное, знает. Эль Глоба или какой-то? Да, вот когда они что-то подписывают, печатают. А все, что идет в обсуждение, это пока идет в обсуждение. Окей. Ой, слушайте, пошли вопросы. Давайте на вопросы поотвечаем, а потом вернемся. Значит, вопрос первый. Ну, так, 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 сейчас, секундочку. Скажите, пожалуйста, в случае проблем с платежеспособностью арендаторов, кто берет на себя расходы, связанные с выселением неплательщиков? Во многих странах неплательщики живут бесплатно много месяцев. Ай-яй-яй. Особенно трудно выселить семьи с маленькими детьми, особенно при текущей безработице. Как эти вопросы решаются в Португалии? Да, да, да. Решаются так же, как в других европейских странах. Сложно судом, расход на адвокатов, расход на выселение. Именно поэтому лучше инвестировать в ту недвижимость, где у вас будет жить иностранный инвестор, да? А не в дешевую какую-то маленькую квартирку, где будет жить неплательщик. Это один из рисков, по которому мы всегда рассказываем. Либо проводить, да, такой некий дью-диллидженс того арендатора, который будет арендовать, который обращается к вам за арендой. Мы всегда это делаем, всегда проводим. Но мы не можем поселить, не знаю, Билла Гейтса в квартиру за 100 тысяч. Но это невозможно. Кроме того, как вы поселите, он, наверное, никогда уже перестанет платить. А эти американцы, они такие... Да, мы не выселим. Дают ли ипотеку иностранцам для покупки недвижимости как по программе «Золотой визы», так и для обычных инвестиций? Да, дают. По программе «Золотая виза» вы должны проинвестировать 350 тысяч или 500 тысяч своей денежки лично. Дальше все остальное вы можете взять в кредит. Но банк будет здесь оценивать две категории. Первая категория – это недвижимость, которую вы покупаете, насколько она ликвидна. И вторая – это вы как клиент, насколько вы стабильны. По поводу покупки недвижимости в Португалии в рассрочку. Есть ли такие примеры или... Тут, скорее всего, наверное, может работать та схема, когда при оформлении ВНЖ, «Золотого ВНЖ» Португалии, есть определенные этапы. Первый этап – это открытие счета в Португалии и получение налогового номера иностранца, опять же, в Португалии. И деньги на покупку недвижимости должны прийти с вашего личного счета в любой стране на ваш личный счет в Португальском банке, который открывается в рамках программы. Дело в том, что вот рассрочка платежа тут, наверное, в таком виде может быть, что вы можете эти средства направлять несколькими траншами, пока вы не наполните свой португальский счет до нужной суммы, которую потом вы инвестируете в недвижимость. Но в этом случае ваше участие в программе также отодвигается, пока сделка не будет совершена. Ну, то есть, если тебе неинтересна программа, а интересует просто недвижимость, ну тогда, пожалуйста, затягивай. Филипп, не то, что «пожалуйста», это должен быть определенный объект. Ну да, естественно. Трудующий должен с этим согласиться. И обычно строящиеся объекты, они дают очень жесткую схему платежа, по которой они не проводят никаких переговоров. То есть, грубо говоря, вот раз в три месяца плати 100 тысяч. И это определенные объекты, их мало. Допустим, готовую квартиру вы не можете купить в рассрочку, португальский владелец собственности никогда. Вряд ли. Нет, именно это я имею в виду. То есть я не говорю про какие-то законодательные возможности, просто есть некоторые объекты, их немного, с которыми в такие игры можно играть, но по определенным жестким условиям. Давайте теперь посмотрим все-таки следующий вопрос. Мы уже несколько раз говорили о двух цифрах, 350-500, и Надежда уже даже начала говорить о тех объектах, которые 350. Вот это вопрос важный. И, соответственно, раз уж мы говорим о недвижимости под вид на жительство, коснемся недвижимости под золотую визу. Вот примеры объекта. Вот у нас есть объект. Пожалуйста, что такое все-таки объект за 350 и как эта история работает? Это очень хороший объект. Ольга, расскажете или... Надежда, наверное, вы как, видевшая этот объект своими глазами. Этот объект как раз находится в порту. Не находится в самом городе, находится в части, которая называется Гайя. Это на другой стороне реки. Это очень красивое место, где производится портвейн. Там много туристов, там рестораны, соответственно, сделаны под эти дегустации, можно дегустировать портвейн, очень много туристов. И как раз нам повезло, потому что в порту сейчас, я уже об этом говорила, есть специальные направления, которые поддерживают реконструкцию города. Поэтому данный застройщик, несмотря на то, что он снес полностью этот дом и строит его изначально с нуля, сумел получить документы под реконструкцию. То есть этот объект как раз подходит под 350 тысяч евро. И я хочу обратить внимание всех наших слушателей, потому что практически все люди, которые приезжают в Португалию, совершенно этого не понимают. Объект, если вы делаете золотую визу, объект, который стоит 350 тысяч, должен сопровождаться определенными документами. Они должны подходить под программу. То есть если застройщик купил старое здание, снес его и построил новое внутри, это уже не реконструкция. Это не подходит под 350 тысяч, это сразу становится 500 тысяч. А если документ на реконструкцию, он не может снести. То есть он оставляет все эти деревянные перекрытия, все это просто красит внутри. Вы покупаете красивый объект на фотографиях, но ему 100-200 лет, этому дому. Понимаете? Иногда надо признать, что иногда очень хорошая реконструкция проводится, обновляется полностью весь объект, потому что их немного, их нужно выбирать. Документы, опять же, по этим объектам, они подходят под условия золотой визы, потому что в этом случае инвестор заключает два договора. И на покупку самого объекта, там чуть меньше стоимость будет, например, для примера, 280, например, сам объект, и еще до 350, остальная сумма, договор на реконструкцию. В этом случае тогда сам клиент, инвестор, получается, покупает и объект, подходящий под условия золотого ВНЖ за 350, и в то же время вкладывает средства в ту реконструкцию, которая уже проведена, либо проводится в текущий момент одним из подрядчиков. Да, и иммигрант инвестор всегда проверяет документы. Обязательно. В порт мы гарантируем, что он пройдет по статье золотой визы. Никаких сомнений нет. Давайте просто в двух словах тогда, раз уж мы коснулись этого вопроса, напомним, совершенно от Адама начнем. Вот все-таки история 350. Это что и для чего вообще такая штука была сделана? Сложно сказать, для чего это было сделано. Просто когда закон был написан, там были предложены разные статьи для инвестиций. Они работают не все. Во-первых, 90% людей, конечно же, инвестируют в недвижимость, потому что это, наверное, самое стабильное. 350 почему сделали? Потому что когда-то 5 лет назад тоже нужно было восстановлено. Лиссабон. Лиссабон тоже получил финансирование от Европейского Союза. И таких объектов было много. Они были физически. Сейчас уже их раскупили, их практически нет. Вопрос в этом. Ну, то есть это должен быть объект, удовлетворяющий как бы двум условиям. Он должен нуждаться в реконструкции. И эта реконструкция должна быть очень-очень явная. И это должна быть именно реконструкция, условно говоря. Скорее, второе условие, это именно он должен построен быть 30 и более лет назад. Вот это вот важное условие, оно как раз озвучено в договоре. Более того, можно купить объект и за 280 тысяч, то есть еще на 20% от этой суммы, например, снизить стоимость, если этот объект еще находится и в зонах с малой плотностью населения. Это тоже одно из условий программы. И у нас был такой объект. Единственное, что вот тут нужно понимать, да, когда вы видите цену, да, она привлекательна на первый взгляд, но нужно понимать, что эти объекты находятся где-то, где малая плотность населения, да. Ну, например, там есть один объект в район термального курорта, 150 километров от порта, и рядом там самый-самый небольшой городок только. Людям, которым нужна какая-то цивилизация, конечно, несколько, ну, не очень подходит, скажем, такой вариант инвестирования. Важный момент. У вас в зонах, где малонаселение, в малонаселенных официальных зонах 20% снимается не только с 350 тысяч, но и с 500. То есть, грубо говоря, вы можете что-то купить за 400 тысяч, хороший дом, не в Лиссабоне, да, если мы такую зону подберем. Если это зона масс-малой плотности, да, по документам. Вопрос, как раз же не вопрос, а реплика, что мы пока рассматриваем некие идеальные варианты, тем не менее, во время визита в Португалию наша зрительница Татьяна слышала про упоминание покупку пустующих домов. Вот что имеется в виду, Надежда, прокомментируйте. То есть, опять же, вот подбор вот этих вот объектов. Вообще, где они? Их много, а вот те, которые там старше 30 лет. Ну, а я не знаю, Татьяна имеет в виду пустующие многоквартирные? Татьяна, уточните тогда, какие дома вы имеете в виду? Ну, что? Потому что пустующие многоквартирные у нас многие хотят купить. Я вот тоже их ищу постоянно, это очень сложно. Обычно там современные... Такой плотности населения в Португалии, в городах. Когда продают, они не полностью у нас расселены, поэтому это очень сложно. Скорее, это, наверное, история про Черногорию, я бы сказала, что пустующие комплексы... Ладно, я не буду сейчас. Нет, об этом говорил гид, ну, некий гид говорил про покупку пустующих домов. Ну, и, по крайней мере, Надежда ответила, что такие варианты крайне-крайне-крайне редки, да? Как я понимаю. Ну, надо сказать, что все равно, иммигрант-инвест, прежде чем предлагать хоть какой-то объект нашим клиентам и нашим инвесторам, мы проводим юридическую анализ вообще объекта, документов, территории, где он находится. То есть мы должны понимать, что предлагая этот объект, этот объект проходит в рамках программы «Золотого ВНЖ», поскольку это основная цель наших клиентов и наших инвесторов. Татьяна, ну, на всякий случай, просто еще уточните, может быть, мы про этот регион тогда поговорим отдельно, где бы находился этот объект, да, потому что, как я понимаю... То есть такие дома, наверное, где-то есть, да? Ну, конечно, это многоквартирные дома стоят миллионы евро. Есть, в принципе, у нас и клиенты, которые занимаются такими инвестициями. Все дело в том, Филипп, что вы, когда делаете «Золотую Визу», вы должны сохранять свою инвестицию в течение пяти лет. То есть это, на самом деле, направление не клиента, который делает «Золотую Визу», а клиента, который зарабатывает деньги строительством в Португалии. Понимаете? То есть он покупает... На нулевой стойке? ...и реконструирует и продает квартиры. Конечно, возможно. С каждым годом все сложнее и сложнее, потому что нету этого начального продукта. Мы его ищем. Ну, вот Татьяна сказала, что в феврале 2020-го до всех наших невеселых событий в Лиссабоне где-то показывали вот такой вариант. Ну, то есть теоретически... Подождите, я правильно понимаю, что это те же самые объекты, довольно давно построенные, в них живет... А, пустующий. То есть в них сейчас никто не... Пустующий. Уже расселили. Дальше делается проект в муниципалитете. Проект занимает несколько лет. И дальше обычно это не реконструкция, это снос, и там делается совершенно новый дом. Остается только фасад, потому что мы не имеем права сносить фасад, должны его реставрировать. А за этим фасадом совершенно новый дом потом возникает. Ясно. Окей, ну... Смотрите, про 350 поговорили. Давайте, ну, тогда пример еще один, который у нас есть. Объекты... Этот объект можно за 350, так как я смотрю, что есть интерес к этим объектам. Этот конкретный объект в порту, он продается уже с мебелью, и он будет в управлении по 4% годовых. Окей. Следующий момент. Давайте вот про этот объект, и потом много вопросов было про налоги. Про налоги нам поговорим чуть позже. Давайте пока про это. Давайте. Так. Что вот это за объект? Просто тоже 500 тысяч евро. Лиссабон. Ну, это уже классический пример уже готового объекта просто под ленджер, я понимаю. Ну, это очень хороший объект в шикарном месте. Называется Билейн. Ну, Вифлеем, может быть, по-русски назваете. Потому что я уже, извините, 18 лет не живу в Москве. Немножко путаюсь в названиях, насколько они... Мы называем Билейн. Там находится река Тежо в пяти минутах ходьбы. Это замечательный офис, который можно использовать, если человек хочет по-другому. Можно делать там ресторан, кафе, магазин, все что угодно. И интересный факт здесь на самом деле в том, это редко в Португалии, что здесь есть у нас возможность обратного выкупа через 5 лет за те же самые 500 тысяч. То есть это как бы... Ну, через 5 лет ты, формально говоря, все-то уже получил ВНЖ, ты же не обязан через 5 лет владеть какой-то недвижимостью по этим правилам классическим. Через 5 лет, да, вы подаете документы на гражданство и на ПМЖ. И, соответственно, когда вы получаете гражданство, инвестиционный объект, на основании которого вы получали ВНЖ, его можно будет продать. Либо заменить на другой. Следующий вопрос. Давайте, ну, раз уж мы все, опять же, чаще говорим Лиссабон-Порту, несколько слов о перспективах островов. Что мы можем сказать? Если мы говорим про инвестиционные перспективы, более они понятные или наоборот? И условия покупки там все равно те же самые, там 350, 500 и так далее. Нет, 350 там непросто. Я вообще не знаю, есть ли там такое... Надо посмотреть карту. Будем ориентироваться на тысячи, это более реально. Вообще наши острова, чем они отличаются от других островов? Они безумно красивые, они очень зеленые. И, наверное, немногие знают, они находятся далеко. Это не то, что ты сел на порог и за час туда приехал в Мадейр. Это 2,5 часа на самолете и до Мадейра, и до Азорских островов. Ну, так просто, чтобы сравнить, 3,5 часа я в Вену летаю. То есть это, наверное, километров 900 от материка. Там очень красиво. Минус в том, что единственное сообщение, которое у вас есть с материком, это авиасообщение. То есть там могут заходить туда круизные суда разных стран, но Португалия никогда, не знаю почему, не создала свою сетку транспортную по воде до своих островов. То есть, ну вот смотрите, если самолет не летает, то вы оттуда выбраться не можете. Что у нас сейчас, наверное, пойдет в рост и будет очень хорошо развиваться? Это Азорские острова, потому что они раньше не развивались. По той причине, что там стояла база НАТО, которая не разрешала это дело. Сейчас НАТО оттуда ушло, и Азоры очень бы хотели строить отели, развиваться. И так как у них совершенно неземная красота и потрясающая природа, такого нет в мире. У них там, например, есть озеро, которое двух разных цветов, зеленое и синее. Поле зеленое, поле синие. Да, у вас в Норильске сейчас нефть выпустили, нафть красный. Тоже красный. Знаете, мы так тоже умеем. Это скоро исправят. В общем, мы не будем бояться там инвестировать, потому что Азорские острова – это вулкан, а на Мадере периодически какие-то штормовые дожди. И как-то людей, которые не привыкли жить на островах, это немножко пугает. Не только русскоговорящих клиентов, но и инвесторов, в принципе, из разных стран, которые привыкли жить на материке. Вот если вас это не пугает, то, конечно, инвестируйте. Нет, просто смотрите, ну невозможно, наверное, тяжело это сделать, отвлечься от каких-то личных предпочтений. И, естественно, у каждого человека кому-то нравятся острова, кому-то не нравятся. Но вот если рассматривать там при прочих равных острова, это интересно тем, что там особого развития не было, а сейчас они активнее начнут развиваться. На Азорах будет сейчас больше развития. Почему? Мадейра уже дорогая. Мадейра – это практически английские поселения. То есть англичане обожают Мадейру. Знаете, почему история про Битлз? История про Битлз, а Битломаном был всю свою жизнь, но про Мадейру конкретно нет. Я знаю, что они в Азии много были. Да, в свое время они прилетели туда в отпуск, и когда они вышли на остров, их никто не узнал, их там никто не знал. И они сказали, что мы в свою жизнь никогда так хорошо не отдыхали, и они все время туда летом ездили. То есть там есть ресторан, сейчас куда они ходили, это очень здорово все подпитывается. Поэтому англичане стали очень активно инвестировать именно в остров Мадейра много лет назад. И у вас там даже английский язык вы сейчас услышите чаще, чем португальский язык, на самом деле. Португальцы говорят там с акцентом, я их даже понимаю с трудом. С английским языком там проще. И, естественно, они застроили, заселили, цены выросли. То есть Мадейра – это такой остров уже сделанный. Азора нет. Там, если мы сейчас говорим, где будут цены расти, я не говорю, где им больше нравится – Мадейра или Азорский. А где будут цены расти, они будут расти на Азорском. А вот документы на ВНЖ проще подавать на Мадейр. Азорок сложновато. Скажите, если мы говорим о налогах. Налоги, понятное дело, это тема, может быть, даже не вебинара, а маленького исследования. Пожалуйста, что скажете? Какие-нибудь базовые параметры, на что следует ориентироваться? При покупке, при продаже? Вопросов было просто очень много. Какие-то базовые цифры? Да, давайте резюмируем тогда немножко. Когда вы покупаете недвижимость, набрасываете 6-8%. Я объединяю все. Гербовый спор, переход собственности, нотариуса, регистрационные расходы и так далее. Карты. Стоимость карт тоже там значительная. Да, ой, стоимость карт – это у нас вообще… Для семьи. Сейчас поговорим. Далее. Когда вы продаете, у вас будет прибыль. Что такое прибыль? Это то, что вы заплатили за объект, когда его купили, плюс все вот эти налоги. Вы убираете из той цены, за которую вам удалось продать объект, это ваша прибыль. Теперь, так как вы иностранец, вы заплатите 28% с этой суммы. Кроме того, 28% оплачивается с той суммы, если вы сдаете ее в аренду, то есть с вашего дохода, который вы получаете на территории Португалии. Вообще в Португалии удивительно. Такое сложное налоговое законодательство, и вдруг, что касается недвижимости, все очень просто. То есть это даже в теки-денефиц не входит. Все для всех одинаково. Сдал в аренду 28% и платить нужно обязательно на территории Португалии. Нельзя платить другой стране. Все, что касается недвижимости. Есть еще годовой налог, он считается от кадастровой стоимости. Он у нас, кстати говоря, невысокий. От 700 до 2000 евро за стандартный объект в год. Хорошо. Следующий вопрос. Так, 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 появился. Еще разочек подтвердим, что если человек по завершении пяти лет владения объектом хочет дальше получать уже ПМЖ и гражданство, то после их получения объектом он владеть, в общем, уже и необходимости в этом нет. В двух словах давайте мы говорили об этом. Еще разочек, может быть, ссылочку на вебинары, на материал скинем. Все-таки, ну, уточним, если мы говорим о гражданстве, как оно формально получается по завершении этого пятилетнего срока. То есть через пять лет после того, как вы получаете первую карту ВНЖ, вы имеете право подать пакет документов на ПМЖ-карту, это постоянная карта, и, соответственно, на гражданство. Подача практически, там, разница во времени небольшая между этими подачами, поскольку карты ПМЖ достаточно быстро вам выдаются, а гражданство же рассматривается до года, кейс. И вот информация о том, что первый такой паспорт уже был выдан, прошла в декабре 2019 года, и те условия, которые были предъявлены к инвестору при получении этого гражданства, были первое, наличие инвестиционной недвижимости, с которой он получил золотой ВНЖ, особый статус. Второе, это, ну, понятно, что отсутствие судимости в стране своего рождения и в Португалии, оплата необходимых налогов на территории Португалии и подтверждение знания базового португальского языка. Вот, базовый португальский язык, если вы не хотите сдавать специальный экзамен, пожалуйста, мы рекомендуем перед подачей, ну, там, лето провести, например, в Португалии, походить на курсы португальского языка, получить соответствующий сертификат, ну, и плюс в самой стране, где все говорят вокруг на португальском, этот язык вам ляжет очень даже хорошо. Вопрос от Алексея, адрес регистрации в Португалии, что это такое, если инвестиционный объект уже продан? У нас нет, у нас нет регистрации, поэтому не знаю, не знаю, о чем вопрос, у нас есть, так называемый, налоговый номер, который зарегистрирован в налоговой инспекции, и обычно представителем инвестора является адвокат, потому что не европейский резидент не может сам себя представлять. Вот это является наша регистрация. У нас нет регистрации, как в России, относительно какой-то недвижимости. Есть документ, который показывает собственность. Я имею в виду, по всей видимости, вопрос был, в случае, когда я подаю на гражданство, должен ли я иметь какое-то подтверждение места, где я в Португалии живу? Да, обязательно. Вот это адрес, о каком адресе идет речь? О адресе недвижимости, который вы приобрели. А если ты после этого продаешь ее? Вы ее не должны продавать, пока вы не получите гражданство. Вот это же главное условие наличия вашей инвестиционной недвижимости при подаче документов на гражданство, и нужно ее владеть ей до получения вами этого гражданства. Как только вы ее получили, пожалуйста, да, вы можете ее продать. У вас будет главное условие раз в два года появляться хотя бы в стране, потому что в противном случае, ну, португальские власти могут инициировать процесс аннулирования это гражданство ввиду того, что вы там вообще не появляетесь в стране. Ольга, извините, это ПМЖ. Когда у вас есть гражданство, вы можете там больше... ПМЖ еще, Лёв. Это пока вы еще не получили паспорт. Хорошо, если так, потому что в законе, я опираясь на то, что написано было в законе, в законе было написано, что раз в два года появляться нужно, хотя бы ненадолго, хотя бы проездом. Ну, может, мы это тут не контролируем. Вы там живете, вам проще, да. Нужно ли аккумулировать средства для покупки недвижимости на счету в Португалии или можно делать переводы страны Евросоюза? Средства нужно будет аккумулировать обязательно, потому что по условиям программы вы открываете в португальском банке счет и на этот счет заводите средства, которые будут участвовать в этой программе для покупки недвижимости. И оплата этой недвижимости может быть только с вашего португальского счета. Окей, ну давайте еще тогда пробежимся по ценам и по примерам. Есть у нас такие, что можно приобрести за эта игра наша такая вот в наших вебинарах. Кстати, хочу сказать, что через неделю и один день мы с компанией Мигрант Инвест из Португалии перенесемся на Кипр и тоже будем говорить о недвижимости Кипра. И там тоже будет такая рубрика, что можно приобрести за многоточие евро. Несколько примеров. Пожалуйста, как я понимаю, Надежда, это скорее к вам. Вопрос, что это, как и как в общих рамках. Как раз к вопросу, который прозвучал, что можно купить за 100 тысяч с плюсом. Ну, плюс прилично. 198 тысяч. Почему? Потому что для исторического центра большая квартира, 47 квадратных метров. На самом деле в этом месте можно купить, наверное, за 120, квартирку метров 25. Это очень хороший объект в зоне Алкфама. Там колоссальное количество туристов. Сейчас, к сожалению, вы его купите с потерей лицензии. Но когда лицензии туристические будут возвращать, это будет одна из первых зон, куда эта лицензия вернется. Потому что за это, собственно, те уже борются. Это гипер 100% туристическая зона. При этом эта квартира была абсолютно полностью отреставрирована, отремонтирована, оборудована. Там все новое. Объекта 198 тысяч. Ну, то есть вы сейчас привели этот пример, ну, условно говоря, меньше 200, то есть первая цифра единичка все-таки, да? Но при этом все-таки это то, за что в известном смысле можно ручаться, как за инвестиционные интересные. Да, однозначно. Окей, смотрим дальше. Увеличиваем цену 450. Это, как я понимаю, уже совсем не Лиссабон. Совсем не Лиссабон. В Лиссабоне надо единичку добавить, будет 1 миллион 450 за такой таунхаус. Но эта зона очень приятный объект. Он находится в управлении хорошей гостиничной группы, хорошего оператора. То есть вы можете жить в этом таунхаусе. Ну, понимаете, таунхаус – это когда у вас нет отдельного участка земли, то есть у вас за одной стеной есть сосед. Да, как бы домики прикреплены. Но они очень хорошо сделаны. Бассейн общий на территории. И, как бы, вы в данном случае покупаете 150 квадратных метров. Вашим объектом управляет отель. И получаете гарантированную доходность. И еще можете им пользоваться. Но в Лиссабоне. Да. Это километров 200, наверное, к Лиссабону. Прибавляем единички. Это шикарный объект. Тоже на Лиссабон. Это объект в заповеднике Арабида. Дело в том, что интересен этот объект тем, что в этом месте строиться сейчас нельзя. Это запрещено ЮНЕСКО. И вряд ли когда-то будет разблокировано. Это уникальная заповедная территория. То есть вот кто там когда-то получил лицензию строительства и построил дом, вот этот человек им владеет и может его продавать и так далее. Полностью сносить тоже этот дом нельзя. Его можно только реставрировать. Там 43 тысячи квадратных метров земли в частной собственности огорожено. То есть вплоть до того, что вы можете там завести лошадей. Кстати говоря, в Арабиде очень известный конно-спортивный комплекс. С частными боксами для частных лошадей кто любит. Объект все это миллион четыреста. Но по-настоящему уникальная недвижимость. Окей. Ну и тогда уже единички не прибавляем, но просто увеличиваем сумму основательно. Так дорого. Центр Кашкайша, самая дорогая зона, все в шаговой доступности. Можно сдать долгосрочную аренду, можно сдать вкраткосрочную аренду. В Кашкайше это разрешают. И естественно, вот эта доходность, которая указана, это в случае, если человек будет пользоваться именно туристической лицензией. То есть сдавать вкраткосрочную аренду. Вы никогда не потеряете деньги. То есть продадите ее за два с половиной миллиона точно. Ну и тогда давайте, мы уже несколько раз говорили о доходности. Понятное дело, что хочется услышать большие цифры, но тут парадокс. Чем больше цифр мы слышим, тем меньше мы в них верим. И в общем это понятно. Несколько слов о том, как вы вообще видите себе возможную доходность в Португалии, особенно в текущих условиях. Филипп, ну текущие условия, не знаю, что вы имеете в виду, то, что у нас сейчас не так много рейсов, не так много туристов. Нет, я не только про это говорю. Ну вот вы, например, сказали, появились ограничения, связанные с отзывом лицензии, да, при перепродаже. В любом случае, когда рынок долгое время растет, есть опасения, что так бесконечно продолжаться не может. Португальский рынок растет с 2012, даже с 2013 года, и в течение нескольких лет он был на рекордных позициях. По-моему, в 2015-е там было что-то 10 или 12 процентов годовых, то есть цифры были ого-го какие. Это здорово, но это всегда смущает. Значит, уже поезд ушел, а я уже в вагоны, если ищу, то в самый последний. Вот на этот счет, несколько слов. Ну, конечно, сейчас нет такого... Как бы смотрите, перед вот этим рекордным ростом было падение, да, во-первых. Поэтому был такой рекордный рост первые несколько лет, потому что падение было колоссальное. Сейчас уже рост не такой, может быть, это 5 процентов годовых, но это хороший рост, учитывая то, что европейские банки вообще ничего сейчас не платят по депозитам, ноль, потому что ее ребор отрицательный. Недвижимость дает вам прирост 5 процентов в год. Это для нас, для Европы, очень хорошо, потому что мы стабильный рынок. Когда рынок стабильный, здесь не может быть больших цифр. Это рынок, который никуда не упадет, поэтому он растет медленно, но растет. Почему он будет еще расти и продолжаться, да, будет эта тенденция? Потому что все в Португалии еще пока развивается, а это развитие не закончено. И если вы посмотрите, сколько стоит квадратный метр в центре Милана, вы увидите, что это не 10 тысяч, а 20 тысяч квадратный метр. То есть это на самом деле, да, дорого, дороже, чем Испания, но не так дорого, когда мы смотрим на качество жизни и кто у нас инвестирует, и что становится со страной. Поэтому еще у нас есть, ну, два-три года совершенно точно, чтобы инвестировать спокойно, без страны. Окей, ну и у меня осталось, на самом деле, два вопроса, таких глобальных. Один, Ольга, к вам, другой, Надежда, видимо, к вам. Ольга, в двух словах, давайте откатимся назад и вспомним, что далеко не все из нас находятся сейчас в Португалии, чтобы встретиться с Надеждой прямо сегодня вечером. А многие находятся в Москве, и по Москве это перемещение еще не самое понятное, как осуществляется. Как начать работу, с чего бы вы посоветовали, как это все происходит? Ну, на самом деле, на самом деле, работу можно начинать уже сейчас, потому что я не упомянула в самом начале, но тем не менее, сейчас во всех программах, где бы вы ни оформлялись, первый вопрос будет, это репутационные риски и сам инвестор. Может ли он вообще участвовать в рамках какой-либо из программ инвестиционных? И поэтому в нашей компании, единственной в отрасли, есть свое compliance подразделение и Anti-Money Laundering Office, сертифицированный международной компанией, который проводит предварительную проверку и оценивает портфель и риск-профиль клиента, который планирует оформлять программу ВНЖ, в частности, Португалии. И уже на этой стадии мы можем сказать, что есть ли какие-то риски для участия или все-таки бывают случаи, когда не может, мы понимаем, что не может инвестор участвовать, то есть он просто не пройдет, ему не стоит либо подобрать другую программу, либо порекомендовать что-то другое. Смотрите, давай так, от того момента, когда человек заинтересовался, и до того момента, когда ему не формально, а фактически желательно побывать, если он хочет посмотреть объект, все-таки съездить в Португ, сколько ему нужно пройти? Да, все равно, в любом случае, сейчас многие процессы переведены в онлайн, в силу событий, которые происходят, и очень быстро страны тоже сориентировались и быстро перестроились на работу в онлайн-режиме. То, что надежда в Португалии, она свободно передвигается, она всегда может выехать на объект и показать вам онлайн весь объект, если есть там что показать, если он готовый. Если он в стадии строительства, это тоже можно показать без проблем в онлайн-режиме, включив камеру, пожалуйста, локацию, все, что вокруг, где объект, в какой стадии, это все можно показать. И понятно, что многие хотят сами что-то пощупать, посмотреть, как-то побывать, дверь открыть, закрыть и так далее, почувствовать вот этот воздух в Португалии и его колорит. Но, тем не менее, Португалия готова открываться, насколько я знаю, до 15 июня. У них пока стоит стоп по въезду с 15 июня. Вот, Надежда, может быть, меня поправит, планируется открыть авиасообщение. То есть, если у вас есть возможность выехать в какую-либо европейскую страну, ближайшую, из этой европейской страны можно будет попасть тогда в Португалию, соответственно. Но, смотрите, все-таки я бы рекомендовала начинать уже сейчас, поскольку до того, как момента, как вам ехать в Португалию, мы пришлем подборку объектов, чтобы вы посмотрели и определились, что все-таки, что вам интересно для инвестирования, что бы вы хотели, если ехать, что бы вы хотели посмотреть на месте. Потому что представляете, что когда вы приезжаете и не понимаете характеристик объектов, что это такое, как они выглядят, не понимаете, что бы вы хотели посмотреть, вам будет сложно сориентироваться. А когда вы в день смотрите по 3-4 объекта, на второй и третий день уже в голове просто калейдоскоп. Это сложно. Для клиента на практике оно именно так происходит. Я, если можно, небольшой совет. Да, пожалуйста. Потому что обычно все наши клиенты, значит, карты, карты, нам не дадут карты, дадут ли нам карты. Друзья, всем дадут карты. Всем дадут. И ваши основные риски – это не карты, это недвижимость, в которую вы вкладываете полмиллиона евро. Поэтому я очень всем рекомендую. Первое, что сделать, это, наверное, приехать в офис Кольги, которая на самом деле всех очень подробно консультирует еще до подписания контракта. И она уже сориентирует и ответит на все вопросы, потому что это очень важно, пользуясь услугами квалифицированных адвокатов, хороших адвокатов, потому что это непростое решение. Достать из кармана. Я, например, это понимаю. Я помню, как я приехала в Португалию первый раз. Достать из кармана эти деньги. Ни страны не знаешь, ничего не знаешь. Рассказать. Непросто. Да, да. И кроме того, все-таки юридическая экспертиза каждого объекта, она очень важна. Надежда меня дополнит, если нужно будет. Сколько было таких случаев, когда нам присылали наши инвесторы какие-то ссылки на какие-то сайты, говорили, что вот этот объект, смотрите, какая вилла за 280 тысяч всего. Ну, понятно, что это фейковые объявления. С этим нужно быть очень осторожны. Помимо этого, те документы, которые есть на этот объект, тоже важно проверять и проводить юридическую экспертизу, поскольку вариантов может множество быть. Ребенок прописан, есть обременение у объекта. Объект в банке, в залоге, это тоже нужно проверить. То есть очень много нюансов. Окей, Надежда, хотела вам задать один блок вопросов, но давайте все-таки пару вопросов, пришли другие. Значит, ну, в двух словах коллега ваша Антонина уже ответила. Вопрос, что такое туристическая лицензия, это разрешение сдавать краткосрочную аренду, да, по сути? Да, по суточную. Или там, понедельник. В мирное время сколько это стоит? Что имеете в виду? Ну, чтобы я получил эту лицензию, я какие условия должны соблюсти? А, бесплатная. Она стоит какие-то копейки, даже не знаю сколько. В Кашказе сейчас не стоит ничего, ноль. Ну, заплатите адвокату какой-то небольшой гонорар, который ее оформит. Если не хотите, оформляйте сами. Запрос от... Вот еще один вопрос от одного из нашего зрителя, который вряд ли приедет к Ольге в Москву, потому что у него уже есть ПМЖ в Германии. Вот если задача такая, если из страны Евросоюза человек приезжает, у него есть какие-то разрешения, что упрощается, то есть если золотая виза не нужна? Золотая виза не нужна. Дело в том, что любому резиденту Европейского Союза нужно зарегистрироваться в той стране, где он хочет быть резидентом и заявляет, что он там будет жить. Если ему это нужно. Потому что здесь нужно очень внимательно смотреть налоговые вопросы. Когда вы являетесь резидентом какой-то страны, вы платите налоги там. Поэтому в данном случае я бы посоветовала посмотреть немецкое законодательство, португальское законодательство. Португальский обычно всегда выигрывает. У нас все достаточно спокойно. В Франции очень жестко, например. А так-то обычной регистрацией можно жить с немецкой резиденцией на территории Португалии. Ну окей, я думаю, что если какие-то частные вопросы есть, я думаю, вполне можно будет задать контакты в чате. Ну и тогда давайте уже в самом-самом завершении нашего вебинара. Надежда, в двух словах. У нас называют разные сроки. Говорят, что некоторые страны из России будут выпускать, может быть, 15 июля появилась такая история, но Евросоюз вроде как... В июне планируют. Нет, да. Ну в общем, что на вашей стороне слышно и как у вас сейчас проходит жизнь там? Что делать, как говорил Чернышевский? Ну, во-первых, аэропорт Лиссабона, по крайней мере, в Португалии несколько аэропортов. Аэропорт Лиссабона не был закрыт никогда. Даже когда был самый жесткий период и очень строго контролировались авиарейсы. Сейчас мы работаем в очень активном режиме. Аэропорт Порту уже тоже работает. Алгарвит тоже работает. И все рейсы в пределах Европейского Союза у нас действуют. Не в таких количествах, как это было раньше. Но раньше у нас было по два рейса в Милан в день. У нас было очень много, потому что мы же не живем в одной стране, мы живем в Европе. И все время куда-то летали. Сейчас рейсов стало меньше просто потому, что не так много пассажиров. И авиакомпании имеют право, оставили за собой право, снять рейс с графика, если самолет не заполнен. Но они прилетают заполненные. Все идет сейчас хорошо. Испания у нас немножечко затормозила всех вокруг, потому что у них еще достаточно сложная ситуация. И Испания открывает свою границу только 1 июля. Но это уже близко. Причем будет открыта и наземная граница, и мы начнем также летать в Испанию, испанцы к нам. Что касается таких стран, как Россия, Китай и Америка. Кстати говоря, с Великобританией уже тоже открыто авиасообщение. Тоже все наложено. Вам нужно, друзья, просто выбраться оттуда куда угодно и дальше к нам прилетите. То есть здесь это не европейский вопрос, это российский вопрос, когда Россия откроет границу вылета. Я думаю, что это будет в августе, судя по политическим всяким мотивам. Течением. Но тем не менее есть варианты, да. Если у кого-то есть такое желание, есть варианты бизнес с джетами, осуществить рейсы. Опять же, обращайтесь к нам, мы, вероятно, поможем. Америка оформит вам вылет и оформит вам прилет. То есть когда вы покупаете частный бизнес с джетом, вам обязательно нужно оформить и то, и другое. Обязательно. Даже у нас был случай сейчас из Америки. Наш клиент-россиянин все-таки прилетел к частным джетом. Все оформляется, и это просто. Окей. Ну и тогда еще один вопрос, который был все-таки. Давайте весь апрель, больше половины мая мы начинали с него. А сейчас очень радостно, что мы им заканчиваем, потому что уже, в общем, не об этом хочется говорить. А вопрос был следующий. Как вы реально видите перспективы португальской недвижимости, скажем, до конца этого года, с учетом того, что последние два месяца, как ни крути, большинство процессов было поставлено на паузу, или, по крайней мере, сильно замедлились. Каким образом это может сказаться на рынке или на рынке Португалии, это вообще никак не скажется. И то, что предлагаете вы, ну, просто вычеркнем эти два месяца из жизни. А дальше пойдем все от той же точки, с которой начали 15 марта. Скорее всего, это вообще никак не скажется, потому что португальский рынок очень медленный. До нас волна доходит сам к концу. Поэтому у нас все всегда нетрагично, потому как никаких особых стрессов у нас не происходит. Такой маленький рынок. Что у нас сейчас будет до конца года? Я думаю, что застройщики будут достраивать старые проекты, они будут начинать новые. И все посмотрят, как бы, что же будет. Потому что все-таки вот этот жук сомнения, он у всех есть. Вообще, в принципе, у нас очень сильное министерство туризма, которое активно развивает... Ну, понимаете, что мы не столько зависим вообще от золотой визы, сколько от иностранных инвесторов, и в первую очередь от туризма. Без туризма у нас все становится. Поэтому у нас есть определенная правительственная программа. И министр туризма сказал, что в следующем году... Ну, этот туристический год мы потеряли практически. Следующий будет достаточно хороший. А 2022 будет колоссальное подорожание по всем позициям. И перелеты, и отели, и недвижимости. Потому что? Потому что они не сказали, какие конкретно меры будут приниматься, но есть определенная программа, которая сейчас будет запущена для того, чтобы немножко поменять наш туристический рынок, который станет более дорогим. А, окей, понятно. Все хотят быть более дорогими. Хоть бы кто-нибудь, хоть бы одна страна. А знаете почему? Мы не справляемся просто с очень большим потоком людей. У нас уже аэропорт Лиссабон заблокирован полностью. То есть мы уже не можем принять больше... Когда у нас сезон июля, мы уже ни один самолет не можем принять дополнительно. То есть у нас взлет-посадка, взлет-посадка. То есть реально просто нет места. Отлично. Дорогие друзья, Ольга Строева, руководитель московского офиса компании «Мигрант Инвест», и Надежда Якименко, руководитель португальского офиса компании «Мигрант Инвест». В течение, по сути, 100 минут... Нет, не 100, какой же 100, а всего-то 80. В 80 минут мы общались с вами и разговаривали о Португалии. Еще раз хочу напомнить ближайшие вебинары при Анру, и там ближайший вебинар компании «При Анру» и «Мигрант Инвеста». Через 8 дней мы будем говорить о недвижимости Кипра. Ну, а так, дальше у нас еще будут несколько вебинаров, и вообще будет большой-большой сюрприз, о котором мы будем говорить чуть ближе к концу месяца. О наших мероприятиях, пожалуйста, на нашей странице приходите, регистрируйтесь. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Ольга, Надежда, спасибо вам. Мне кажется, ответили на большую часть вопросов. А на те, что не ответили, коллеги, друзья, спрашивайте, пожалуйста, или... Звоните нам, пишите нам, мы с удовольствием пообщаемся, ответим на все ваши вопросы. Да, друзья, живите без границ, свободно делайте европейское гражданство, европейскую резиденцию, все, что вам нравится, и все, что вам удобнее. И путешествуйте, живите, как вам нравится, это важно. Спасибо большое, ну и всем здоровью. В 2020-м актуально, как никогда. Филипп Березин, «При Анру», недвижимость за рубежом. Встретимся в ближайшее время на следующей неделе на вебинарах «При Анру». До свидания, до встречи. До свидания.